Дагестанцы всегда должны вызывать восхищение, своей стойкостью, мужеством, характером, сплоченностью, верностью, традициям своей родины. И дагестанцы всегда должны вызывать позитивные, яркие эмоции, как народ, который никогда не сдается и никогда не унывает. Вот если мы не перехватим эту повестку, у нас будут дальше кричать террористами, экстремистами, фашистами, людьми, которые захватывают Москву, подземную, подземку, там метро, автобусы, что от нас спасут. А потом вокруг этого можно создавать и общественные объединения, ассоциации врачей, и общественные структуры, и советы старейшин, оксакалов. Самое главное дать правильное направление. У других народов другие качества. У чученцев, у азербайджанцев, у европейцев, у китайцев есть набор качеств, свойственных их народам. Они нашли формулу своего объединения. Каждый народ находит формулу своего объединения. У Дагестана эти формулы не работают. У нас должна быть другая формула. Если мы народ металлическая крошка, нам нужно создать мощное магнитное поле, которое выстраивает наших горцев, индивидуалистов, в одном направлении. Это мощное магнитное поле, это идеологическая работа. Задать идеологическое направление один вектором, задать информационную поддержку, задать хорошие примеры, за которыми будут следовать ребята. И вот в этом мощном, идеологическом, позитивном, магнитном поле, дагестанцы должны, осознав, в какую сторону идти, двигаться, развиваться, задавая позитивный поиск, начать менять общество. А за этим начнет меняться власть. Менчало. Менчало.